привет друзья давным-давно наверное еще в начале этого года я снимала видео про то как я купила вот такие вот картинки для вышивки бисером и начал их вышивать в общем я спрашивала у вас совета каким бисером лучше пользоваться китайскими или все-таки потратиться на чешский спасибо за ваши ответы я их все естественно прочитала но все-таки решила попробовать сама вышить одну картинку такую небольшую видит только чашечкой пара таких загогулинок вышить их китайским бисером и вот сегодня в этом видео я вам расскажу у меня есть часть картинки которые я начала вышита вышивать потом чешским бисером причесок и я хочу сравнить эти две вышивки и для тех может быть кто еще сомневается какой бисер выбрать это видео может быть полезным приступим хочу напомнить что эту картинку я вышивала китайским бисером и вот теперь что мне больше всего начала раздражать в общем вышивать несложно для тех кто различает цвета а тут цветов всего смотрите как мало я выбрала бисер естественно у меня много разных цветов сортов и так далее я выбрала бисерку то примеру прозрачный потом голубенький потом чуть чуть темнее синий понашивала всякие бисеринки чтобы я не запуталась где какой цвет конкретно имелся в виду и начала вышивать естественно я их сортировала бисеринки но вот уже с самого начала было видно что они немножко криво ложатся я подумала ладно вначале я только учусь попробую вышивать дальше но вот тут всего четыре ряда особо как бы ну вообще заметно конечно но относительно ровно они ложились самая большая проблема это в том что китайскому бисеру номеру 12 то есть такого такому номеру который я обычно использую в цветах и деревьях ему мало места отведенного на вашей схемке тут бисер должен быть мельче и хотя кажется что это ну и так ну мелкий такой бисер ну куда еще мельче бельч мельче он может быть но надо пользоваться другим бисером и вот вы его нашиваете ему не хватает места он начинает ложиться так как у него получается вот бисеринка на бисеринку потом он из вот такой вот диагонального из диагонального положения пытается выровняться ложится так и у вас получается вот такая вот неровная ровная картинка. Дальше следующее, что очень бросается в глаза, это вот вся эта чашка, она как выпуклая, вот такая вот она, даже если ровно лежит, но сейчас уже, конечно, эта картинка долго у меня лежит, она более-менее выровнялась, а сначала это прямо чашка вот такая вот была, выпуклая, потому что снова же бисеру мало места, и он стягивал материал под себя, поэтому и картинка вся вот, особенно по низу, тут видно такой бугорок перекошенный, вот бисер ее перекосил, как получилось, но с другой стороны, когда я поставлю эту картинку в рамку, а я это сделаю, причем сделаю без стекла, материал немножко натянется, и я думаю, ну как бы ситуацию, естественно, не спасти, но вот этих вот всех неровностей на материале видно не будет. Еще один такой момент, я начала вышивать, мне казалось, все будет хорошо, все получится, все будет красиво, и уже где-то, ну в начале работают, когда я где-то примерно одну-три чашки сделала, я увидела, как бисер ложится криво, как бы я ни старалась, не получается у меня вот того, чтобы положила полотно, и вот оно у тебя красиво лежит, у меня так не получалось, и это, естественно, отбивало всякую охоту пришивать что-то, делать дальше, и вот кропотливо так работать, но все-таки я довышивала чашку и оставила эту картинку надолго, потом думаю, ладно, дошью вот этим золотым бисером вот эти вот все завитушки, и тут, к моему удивлению, золотой бисер показал себя с хорошей стороны, он как бы мельче, несмотря на то, что это тоже 12 номер, но он относительно ровно лег, вот даже тут видно, вот рядочек такой ровненький, и тут и второй рядок ровненький, и третьего немножко, вот ровненький рядок, и тут, естественно, работать было лучше, получалось это все относительно красивее, но все равно, вот такая вот картинка, естественно, что это далеко от идеала, и что эту картинку, в принципе, можно было бы выкинуть, но я этого, естественно, не сделаю, я не жалею, что я вышила ее китайским бисером, зато я выяснила для себя, что не стоит экономить на таких вещах, что раз уж я занимаюсь такой длительной, кропотливой работой, тут уж лучше потратиться на бисер подороже, но зато работа будет в радость, я уже не буду думать, и это криво легла, и это криво легла, и зачем я это все делаю, а лучше это все бросить, а лучше это все выкинуть, нет, там ситуация намного другая, и вот сейчас я вам покажу другую картинку, которую я начала делать пару недель назад, вот так она выглядит, как бы еще все в проекте, конечно, тут где-то примерно одна треть готова, вот такая вот зимняя картинка, немножко неактуально в начале лета ее вышивать, но я, во-первых, долго гонялась за бисером, казалось бы, в Европе его можно легко найти, но во всех онлайн-магазинах, из которых я хотела заказать этот бисер, было практически невозможно найти, то того цвета нет, то тот не подходит, то тот другого сорта, то еще что-то, то матовый, то недостаточно блестящий, ну и, в общем, потом, когда он у меня появился, мне не хотелось вышивать, и вот сейчас снова появилось желание что-то поделать, и я приступила к работе. Тут у меня еще также не указаны, что за номера, но даже если указаны номера, то этих сортов, цветов бисера чешского так много, что я в итоге просто из того, что нашла, выбрала подходящие цвета и вышиваю так, как мне захотелось. В общем, смотрите, вот теперь давайте сравним эти ряды. Если вот так сложить вышивку, то очень четко прослеживаются ряды, видите, вот ровненько, причем как сверху вниз, так и слева направо, к примеру, тут еще даже легче показать, потому что ряды короче. Весь бисер лежит ровно, все потому что отведенные вот эти квадратики под одну бисеринку соответствуют одной бисеринке чешского бисера-причеса номер 10. И вот так вот я вышиваю дальше. Сейчас я вам хочу показать, как я вообще этим делом занимаюсь, где лежит бисер и так далее. Продолжение следует...